Волга была любима сначала на советском, а затем и на постсоветском пространстве. Сперва олицетворяя стиль и статус, со временем она превратилась в рабочую лошадку, способную вытянуть практически любой груз. Такие чудовищные перегрузы обусловлены тем, что в СССР было чрезвычайно мало фургонов. Найти коммерческую машину в 90-х, до появления «Газели», было непросто. Вот и приходилось вертеться. Но на легком бездорожье Волга была практически беспомощна из-за заднего привода и большого веса. На просторах интернета появилось объявление о Волге, которой не страшны любые дороги. Эту странную Волгу продавали в Саратовской области. Базой для нее послужила рама от советского полноприводного грузовика ГАЗ-66, которую укоротили под габариты Волги. Также от Шишиги взяли ведущие мосты и раздаточную коробку, обеспечивающую подключаемый полный привод. Пришлось лишь изготовить самодельные расширители колесных арок, которые закрывают большие внедорожные колеса и соединяются широкими порогами. Кстати, если вы чуть внимательнее посмотрите на передние расширители колесных арок, то увидите в них знакомые черты передних крыльев грузовика ЗИЛ-131. Сзади самодельный вездеход выглядит довольно забавно. Все это смотрится так, словно эвакуатор погрузил на себя Волгу и везет ее сдавать на металлолом. Под капотом находится простой и экономичный дизель от трактора Т-40. Этот мотор имеет воздушное охлаждение. Салон остался без изменений. Рулевое управление снабжено гидроусилителем, поэтому поворачивать руль будет максимально просто. Продавец написал, что делать это можно одной рукой. Продавался этот вездеход за 200 тысяч рублей. При этом указано, что транспортное средство оформлено, как, самодельное шасси. Не знаю, удалось ли продать чудо Волгу, но на сегодняшний день объявление снято с публикации. Как вам такое авто? Думаю по полям ему не будет равных. Напишите в комментариях, что вы думаете про эту переделку.